Александр Лукашенко мог планировать убийство оппозиционеров и журналистов. Более того, не только на своей территории, не только в Беларуси. Разработкой покушений занимались руководители Белорусского КГБ, вероятный экс-начальник местных чекистов Вадим Зайцев. Среди потенциальных жертв, помимо собственно белорусских оппозиционеров, называлось имя журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Обсудим эту довольно сенсационную историю с журналистами Тимуром Олевским и Леонидом Рогозиным. Здравствуйте. Я хотела бы спросить каждого из вас. Давайте начнем с вас. Кажется ли вам появление этих документов, этой звуковой дорожки, якобы имеющей отношение к Вадиму Зайцеву, правдоподобной? И документы, которые сопровождают? Ну, зная, что делал и продолжает делать режим Александра Лукашенко, да, это звучит правдоподобно, и как минимум это звучит очень-очень интересно, и этим нужно заниматься. Другой вопрос, что аутентичность этой записи, она под вопросом, на этот вопрос нужно будет еще ответить. И, во-вторых, все-таки речь идет о записи 2012 года. Убийство Павла Шеремета было совершено в 2016 году. Поэтому сама по себе эта запись, она не является доказательством того, что именно белорусские спецслужбы осуществили убийство Павла Шеремета. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на то, что те люди, которые были названы, кроме Шеремета, в этой записи, они до сих пор живы, они не были убиты. Вот. И это люди, которые пролили свет на предполагаемые, не на предполагаемые, на убийства, которые были совершены в конце 90-х годов. И предполагаемыми исполнителями этих убийств являются люди, связанные с режимом Александра Лукашенко. Тимур, а твое впечатление от вот этого расследования или этих материалов, которые появились в таком публичном режиме сегодня? Ну, тут с Леонидом можно только согласиться, но есть еще одно обстоятельство важное. Вот буквально минуту назад, буквально до того, как я еще включился, я увидел на «Инсайдере» очень подробный разговор с одним из фигурантом этого списка, про которого говорят на пленке, что его могут убить. Это Олег Алкаев, человек, который возглавлял белорусское СИЗО номер один. Сам он был руководителем расстрельной команды, приводил в исполнение приговоры о смертной казни в Беларуси, потом уехал, стал диссидентом и рассказывал всему миру об убийстве политических оппонентов Александра Лукашенко. Он написал с Павлом Шереметом книгу, которая называется «Расстрельная команда». И в момент, когда Шеремета убили, он готовил вместе с ним вторую книгу, переиздание первой, и вторую, где бы еще больше об этом было и более подробно рассказано, в том числе об убийстве экс-премьера Гончара, человека, который Лукашенко к власти привел, и который после этого погиб при неизвестных обстоятельствах. Надо сказать, что он рассказал «Инсайдеру» сегодня, что еще в 2012 году, ну, примерно по времени это совпадает с появлением этой записи, если мы верим телеграм-каналу «Нехта» и «Юэй Апсерверо», которые утверждают, что запись подлинная. Его о том, что на него готовится покушение, предупреждала криминальная полиция города Берлина и установила за ним негласный контроль для того, чтобы обеспечить его безопасность. Видимо, то же самое было сделано в отношении других фигурантов этого списка. Он, кстати, объясняет довольно любопытно, почему люди вообще в этот список могли попасть. Если предположить, что его слова правдивы, и в 2012 году криминальная полиция Берлина знала о том, что на него готовится покушение и по времени это совпадает, можно предположить, что это косвенное доказательство того, что что-то такое подобное в КГБ Беларуси быть могло. Меня тоже очень смущает большой период времени, который прошел между 2012 годом и 2016 годом, когда погиб Павел Шеремет, но есть одно обстоятельство. Павел Шеремет, в отличие от других фигурантов этого списка, не находился на Западе. Все-таки белорусское КГБ, оно, я так понимаю, очень могущественно внутри страны, но в отличие от российских коллег, они не так свободно действуют за рубежом на Западе. Кроме того, в 2012 году было потепление отношений между Беларусью и Евросоюзом после кровавого, жестокого очень раз, чуть не сказал слова, разбоя, того, что сделал Лукашенко с оппозицией после очередных выборов, когда он стал президентом на полицейских дубинках, как сейчас пытаются стать. И вот этот момент, на самом деле, можно интерпретировать по-разному. В отношении Павла Шеремета есть много версий того, почему его могли убить в Украине, и внутри Украины тоже достаточно оснований для того, чтобы предполагать, что это могло быть потому, посему или по-третьему. А что, обращая внимание, Олег Алкаев, он говорит о том, что у людей, которые сейчас обвиняются, а сегодня, кстати, в Министерстве внутренних дел, точнее, в Советнике Министерства внутренних дел, Антон Герасик подтвердил, что версия о том, кто был исполнителем убийства Шеремета, все равно является приоритетной. Те люди, которые арестованы, а не арестованы, не зря. Так вот, если это так, то МИБД Украины так и не смогло предоставить убедительную версию, почему они хотели его убить. То есть у них... Вот это, на самом деле, важный момент. Мне кажется, он самый определяющий. Лень, скажите, пожалуйста, ну, а все-таки, вот вы занимались этой темой, можно ли увязать, хотя бы, теоретически, версию господина Макара, который, собственно, опубликовал эти материалы, и те версии, которые сейчас существуют, официальные и неофициальные в Украине? Ну, да, теоретически можно, потому что те, эти люди, которые находятся сейчас на скаме подсудимых, и гораздо еще более интересны те люди, которые не находятся на скаме подсудимых, а именно супруги Грищенко, которые как-то вот им удалось сдрейфовать от этого процесса, все это люди связаны с доброватами и с волонтерским движением в Украине. И вот это все движение и доброват, и волонтерское движение, оно, конечно, очень близко к украинским спецслужбам. И вот Тимур вспоминал про Антона Герасченко, который в июне этого года говорил о возможном, о том, что, несмотря на то, что следствие установило людей, которых она считает исполнителями этого убийства, кураторы еще не определены. И вот то, что эти кураторы существуют, какие-то заказчики этого преступления существуют, это Министерство внутренних дел признает и, по крайней мере, заявляет о том, что ведет какую-то работу с целью их найти. Вот. И тут может речь идти о том, что есть работники спецслужб, реальные и бывшие, которые, в общем, такими работают немножко фрилансерами в украинских условиях. И их могут нанимать для организации подобных преступлений как государственные структуры разных стран. И самой Украины, и Белоруссии, и России. И эти люди работают с такими волатильными, полукриминальными элементами, которые оказались в украинских добробатах и которые составляют часть волонтерского движения. Не самую лучшую, не самую большую, но такую заметную и тоже имеющую влияние часть. А вас вообще вот обоих не удивляет, что Лукашенко решается на такое громкое убийство еще не на своей территории? Или он настолько, не могу найти синоним, хорошее слово, отмороженный, такой смелый человек, что ему совершенно все равно, где это происходит? Можно подумать, что другие лидеры соседних стран не решаются на убийство на соседних территориях. Вот сейчас, в 2020 году, это называет прямо ухмылку. Это предположение, что кого-то это может останавливать. Тем более Лукашенко. У нас 21-й год, тем более. Ну вот только наступил. На самом деле, вообще тот факт, который я сейчас прочитал в «Инсайдере» из интервью с Алкаевым, что они в 2016 году готовили вторую книгу, это было сразу после выборов, получается, предыдущих Лукашенко, книгу об убийстве его политических оппонентов. Это довольно серьезный звоночек. Поэтому вполне возможно... То есть могли испугаться книги? Ну, в 2012 году могли поставить это на тормоза по каким-то причинам, например. А в 2016 году это стало уже достаточным основанием, судя по тому, что раз была такая просьба, если мы верим, что она была, значит, была разработка, передвижение и прочие вещи. Тут есть один момент. Леонид, я думаю, сейчас поможет мне правильно рассказать это, но надо всегда помнить, что убийство Павла Шельмета до конца не раскрыто, и там очень много версий. Кроме версии, которая привелась сегодня, версия об убийстве, организованном белорусском КГБ, есть еще версия об дестабилизации обстановки в Украине, которая, собственно, была первой. Потом была версия о том, что может быть причастен к этому фактически владелец в тот момент радиовести, бывший министр налогов и сборов Клименко, который находился в России, или еще другие версии, вплоть до того, что белорусские же националисты, сбежавшие в Украину, там повоевавшие за Украину и ставшие частью националистического движения, могли к этому быть причастны. И среди них, какая сейчас превалирующая, трудно сказать, потому что это все повод лишь более серьезно разбираться. Но полиция Украины сегодня сказала, что эту версию будут подробно изучать. То есть, вероятно, все-таки эта версия тоже будет изучена. Ну да, есть ощущение, что белорусской стороне действительно как бы есть за что, по их ощущениям. Лен, скажите, пожалуйста, ну а как вы думаете, все-таки Зеленский заинтересован в том, чтобы раскрутить эту версию и довести ее до какого-то ясного финала, вообще завершить это расследование гибели Павла Шеремет? Я думаю, что для Зеленского это такое бремя, с которым он точно не знает, как справиться. И я могу быть неправ, но у меня, конечно, есть такое очень сильное ощущение, что для украинского руководства вопрос о том, кто убил Павла Шеремета, является таким секретом Поли-Шинеля. Об этом все знают, или, во всяком случае, руководящие лица знают. Но считают это крайне невыгодным, может быть, для страны, может быть, для них самих об этом говорить. И тут как раз белорусский след в этой связи у меня вызывает вопросы, потому что если это сделали белорусы, то для украинского руководства это же очень комфортабельная ситуация. Почему бы за эту версию не уплатиться и ее не раскрывать? Если помните, когда было совершено это убийство в 2016 году, то люди, особенно связанные с существующей тогда партией «Народный фронт», вот, собственно, Антон Герашенко, все говорили о том, что это русский след, вот что это сделали россияне, это была такая популярная точка зрения. Потом она как-то вот тоже исчезла по мере того, как следствие стало продвигаться. Но это была очень комфортабельная тоже версия для украинского руководства, и белорусская версия является такой же. Но вот, тем не менее, что-то препятствует тому, чтобы кураторы тех людей, которые подозреваются, или просто организаторы преступления, чтобы они были названы. Так что, мне кажется, что Зеленский находится под очень-очень сильным давлением со стороны представителей предыдущей власти, со стороны той такой этно-националистической группировки, которая сформировалась вокруг бывшего президента Порошенко. Зеленский тоже заботится об имидже Украины, об имидже Украины в глазах западного сообщества, тех лидеров западных, от которых зависит помощь Украине. Вот поэтому... Ну понятно, то есть никто не хочет быть убийцами, проще в какой-то степени сделать убийцей, официальным убийцей Лукашенко. Это тоже как бы слишком простым ответом. Ну, как-то странно, что сейчас вот так все не хватаются прямо за эту версию. Не хватались раньше. Почему бы, если это было белорусам, почему бы это не сказать раньше было? Ну, почему-то не сказать раньше, мы можем предположить. Вот видите тут историю. Если мы предполагаем, я в этом смысле с Леонидом согласен, что украинское руководство знает, кто заказал убийство Павла Шеремета или может узнать, если приложат для этого необходимые усилия, то почему они молчат, может объясняться только тремя вещами, как, наверное, в любом убийстве, потому что это они, потому что это какие-то очень знаковые люди внутри страны, имя которых, назвав дальше последуют сложные внутриполитические события, ну там, не знаю, олигархи какие-нибудь, да, например, или там чиновники. Или это такой важный политический переговорщик на внешнем поле, который для Украины очень чувствителен. Мы помним историю с грушниками, про которую в Украине все уверены, что вот ту историю, когда их не выдали в Украину, а вернули в Россию, помните, была история в Беларуси, в самом начале все было, да. Про которую в Украине все уверены, что советник Владимира Зеленского, господин Ермак, предупредил россиян, что может произойти такая спецоперация украинских спецслужб, верните своих назад, для того, чтобы не было большого политического скандала на фоне переговоров в Донбассе. Может, это и не так, но политическая целесообразность обсуждается таким образом, в контексте. И в этом контексте, если обсуждать политическую целесообразность таких терминов, назвать Лукашенко Порошенко, как в качестве, ну, Петр Порошенко вряд ли мог. И, наверное, и Зеленский до недавнего времени не мог тоже. Но это все равно, что сказать, мы на этом закрываем минский процесс. Поэтому тут вполне возможно, что если они знают, что это была там соседняя сторона России, то Украина ли, они очень в сложной ситуации находятся, для того, чтобы публично сказать, это Путин или это Лукашенко, или это кто угодно. Ну да, то есть, как ни странно, сегодняшний слив или, наконец-то, такая открывающая многим что-то публикация, не очень-то проясняет суть дела. Спасибо большое, это были журналисты Тимур Олевский и Леонид Рогодинцев. Ее вопрос, что ли?